К нам прибился бродячий пёс. Дети кличут его рыжиком. Чей он, мы не смогли выяснить. Честно спрашивали у односельчан. Сначала он очень нас боялся, поджимал хвост и уши, когда к нему приближались, убегал и прятался. Дети выносили ему хлеб, оставляли и отходили, он жадно ел. Постепенно он к ним привык, Андрей стал его подкармливать потихоньку, давал кашу, овощи, обрезки мяса. Пёс был очень худой и всегда очень голодный. Приходил не каждый день, часто пропадал на несколько недель. Часто встречали его ковыряющимся в мусорных контейнерах. Весной рыжик несколько недель не приходил, потом явился с рваной раной на спине и весь в раздутых клещах. Муж обработал рану, снял клещей, мы обработали его от кровососущих насекомых, дали таблетки. Неделю он жил у нас под крыльцом, восстанавливался. Был очень слаб. Тогда он и сдружился с детьми, перестал ушки прижимать. Когда оправился, снова пропал на неделю, потом пришёл и начал нам таскать мышей. Укладывает их перед крыльцом. Приходит не каждый день, может на несколько недель пропасть, бегать где-то. Приходит и к односельчанам, его многие тоже стали подкармливать. Когда рыжик у нас, он всюду за нами ходит, провожает в магазин, гуляет с нами в лес и в поле, провожает меня на маршрутку, когда иду в город. Он очень-очень добрый, вот на фото ниже он играет с девочками в песочнице. Девчонки лепят куличики и кормят ими собачонка. А он терпеливо изображает, что ест. Недавно я вечером пошла в магазин, рыжик за мной увязался. И тут со стороны леса меня встретили две незнакомые собаки, одна из которых угожающе ко мне двинулась. Собаки мне незнакомые, бывает, что к нам забегают из соседней деревни. Рыжик вышел вперёд меня и оскалил клыки, даже зарычал. В первый раз слышала, как он рычит. Я прошла мимо, собаки меня не тронули. Рыжик потом меня догнал. Вот так добрый бездомный пёс меня выручил, отплатил за добро. Постоянно рыжик у нас не остаётся, всё же он вольный пёс. У кого есть опыт одомашнивания таких собак, поделитесь, пожалуйста, что нам делать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!